Поговорим немного о вампирах. Не будем впадать, конечно же, мы с вами ни в какую мистику, магию, а перейдем к чему-то более конкретному. Это люди, после общения с которыми вы впадаете в состояние усталости, ощущение себя, как будто я выжатый, как лимон. Вроде по непонятным каким-то причинам. На самом деле причины есть. Сейчас мы посмотрим их. Далее. Это может быть какое-то дикое раздражение, вплоть до того, что начинает просто колотить. Уберите от меня этого человека, я сейчас его прибью. Прибью просто. Вот такой вот неистовый какой-то гнев. И все это говорит о том, что вы имеете дело с энергетическим вампиром. Давайте посмотрим, что это за фрукт такой энергетический вампир. Во-первых, есть на самом деле так называемая энергия. Но она есть, она существует. Да, мы ее не можем сейчас определенно точно измерить. Наука несовершенна. Кто-то каким-то образом видит ее в каких-то красках. Это пожалуйста. Но согласитесь, если вы сейчас окажетесь в общении с бабушками... Я очень часто гуляю в парке, где танцует огромное количество бабушек. Им по 80 лет. И их там человек по 50 собирается. И я прохожу, когда прохожу мимо них, я ощущаю что-то совершенно жуткое. То есть у меня такое чувство, что стоит запах смерти. Вот он такой застоявшийся, тяжелый, вязкий. Какой-то, пусть даже с какими-то запахами кроволола и нафталина. Вот эти какие-то пудры на лице. Какие-то жуткие пудры там фирмы «Балет» или я уж не знаю откуда. Это вся одежда затхлая, непростиранная. Это тяжелое мясо, такое уже сгнившее. Я сама буду бабушкой, я это осознаю. Это тяжелое сгнившее мясо, это вязкая энергетика. И ты ощущаешь тяжесть смерти. Проходя вот эти два шага, я быстро-быстро-быстро стараюсь быстро-быстро пробежать. И совсем другое дело, когда ты проходишь мимо толпы подростков. Или мимо толпы детей, особенно подростков, когда у них начинается игра гормонов. Ты проходишь такое чувство, что идут разряды молнии какой-то, просто молнии. Это как стадион людей, как будто будет стоять 20-30 подростков, а есть ощущение, что это толпа стадионов болельщиков. Это такая бешеная энергетика. Вот это энергетика подростков. Что они со мной делали? Они ничего со мной не делали, и ничего не было такого конкретного вроде бы. Но помимо, конечно, тех описаний, которые я давала, да, они были. Но вместе с тем было абсолютное ощущение вот этого энергетического поля, которое мы вроде пока и измерить-то не можем, что вот это поле у бабушки одно, у подростка другое. Но это есть. А теперь перейдем к чему-то совсем конкретному, к конкретному действию. Например, вот это было просто как на уровне энергетики. Ты проходишь мимо этих людей, и тебе становится или плохо, или хорошо. Эти люди тебе еще ничего не сказали. Эти люди тебе еще ничего не сделали. Но тебе уже стало плохо. Также это больные люди. Если вы зайдете в больницу, вам станет плохо. Потому что больные люди, они обесточены, у них нет сил, они все силы тратят на то, чтобы восстановиться, и это невозможно. Я в свое время работала в медицине, и это очень тяжело, общаться с больными людьми. Так, это все очень конкретно. А, это очень все на уровне энергии. А теперь перейдем к конкретике. Конкретика. Есть люди, которые делают конкретные действия, которые приводят вас в состояние усталости или бешенства. Например, начнем с самого простого. Люди напряженные, которые сами очень сильно напряжены. Я также избегаю мест, где люди очень напряжены. Например, какие-то заседания, конференции, симпозиумы, в психиатрической и психотерапевтической тусовке. Я этого всего избегаю. Потому что среди этих людей очень много людей напряженных. И ты сам оттуда выходишь, как будто бы семь потов с тебя сошло. И вот такое чувство, что ты разгружал вагоны. И потом понимаешь, ага, я же просто присоединился. Я просто элементарно по позе, по голосу присоединился к тем людям, которые были чрезвычайно напряжены. И если с вами сидит собеседник, который очень сильно напряжен, вы невольно будете впадать в его состояние. Валентин Иванович, разрешите представить вам кандидат медицинских наук, завкафедрой, доцент, доктор психологических наук, психиатр. Поприветствуем, поприветствуем. Теперь поприветствуем. И вот все настолько напряженные, настолько боятся расслабиться, что выходишь оттуда просто мокрым. Так, ну это вот про напряжение. Теперь давайте про скандалистов. Есть скандалисты, которые очень часто вы, наверное, видели в магазинах или где-то в общественных местах. Они получают такую разрядку. Вот она накоричится, наорется, как ненормальная. Ей хорошо, а всем остальным плохо. Вот такой вот есть вампирчик. Далее самые простейшие манипуляторы, которые при помощи манипуляции что-то без конца из вас пытаются достать, что-то вытянуть путём каких-то искажённых манипулятивных действий. Дальше нытики, которые ноют, 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 ноют. Причём эти нытики, что они делают интересно? Что у меня всё плохо, а у тебя всё хорошо. Почувствуй себя виноватым, потому что то, что у тебя хорошо, это неоправданно, это несправедливо. Вот видишь, а у меня всё плохо, это несправедливо. И ты сидишь рядом с таким человеком и думаешь, что ну как же так, ему плохо, а мне вот хорошо, мне повезло, а ему нет. Как будто я вот не заслужил, я виновата. Мне надо, наверное, поделиться с этим человеком. И тоже выходишь какой-то такой весь опустошённый, как будто тебя высосали. Да, вот ты его как-то пытаешься подбодрить, находить какие-то выходы, что-то для него сделать как будто. Далее, болтуны, люди, которые садятся тебе на ухо и совершенно не ощущают, что есть тот другой, есть ты вообще, есть твои истории. Вот он считает, что он гость программы, и должен вылить весь поток информации тебе на голову. И конца, и края тому нет, и льётся из него, и льётся, и льётся, и льётся. Человек просто перегружает вас своей информацией. Следующий момент – это тираны. Тираны, домашние тираны или начальство какое-то. Человек, который не обязательно будет громко кричать, но он очень любит унижать. Унижая другого, он сам утверждается сам. Тираны. Так, почему все эти люди такие? Потому что они не знают, как другим способом получить желаемое. Они не знают, они не умеют, они не научились. Он не знает, как ему просто так почувствовать по-другому, почувствовать себя уверенным. Он знает, что только путём того, что он притопил кого-то, он может почувствовать себя уверенным. Он не знает, как по-другому это взять. И он делает это очень искажённо, очень странно, очень манипулятивно, допустим. Вот почему они такие. Так, что делать и как быть со всем этим? Вот первый момент, если это друзья или какие-то знакомые, главным образом задать себе вопрос, для чего мне это нужно, зачем я это выбираю, каким образом я это вообще всё провоцирую, чтобы они сели мне на шею, что-то там из меня без конца требовали. Мне-то зачем это нужно? Что я-то от этого всего получаю? Очень хочу быть хорошим я, наверное, да? Очень так мне это нужно. А нужно ли мне это? А как я по-другому могу сказать, что я хорошая? То есть вот просто разоблачить, отследить, что стоит за всем этим? Что я могу дать этому человеку? А какой другой формат отношений может быть у нас с ним? А какой это вот этот… Что бы я хотела из этих отношений? Допустим, я не хочу прощаться с этой подругой, но и в таком прежнем режиме общаться я больше с ней не хочу. Давай я подумаю, какой бы мне такой путь, вот оптимальный выбрать с ней общение, чтобы нас обеих это устраивало. Особенности, да, чтобы меня это устраивало. Вот и мы ищем нечто такое срединное. Далее. Если это, значит, если это близкий человек, да, подруга, это понятно. А если это близкий человек, здесь очень важно, если это действительно близкий человек. Если это муж, если это ребёнок, если это мама, да, что-то очень такое близкое. Здесь очень важно, конечно же, посмотреть на ошибки, потому что они есть. Это элементарные поведенческие ошибки. То есть женщина говорит, вот мой ребёнок энергетический вампир. Просто этот её ребёнок что-то такое делает, и она что-то такое делает, где воспринимается это как то, что из меня сосут силы. На самом деле, если мы проследим, к примеру, самый простой вариант. Здесь происходит таким вот образом ситуация. Мама не даёт внимания ребёнку. Она ему его не даёт. Каким образом ребёнок возьмёт это внимание? Путём того, что он будет баловаться, что-то от неё требовать, устраивать истерики. То есть он найдёт любой другой деструктивный способ взять это внимание. И мама это будет восприниматься как маленький вампир. Растёт у меня. Нет, не маленький вампир. Здесь стоит более глубокий. То есть да, сверху это вампир, но здесь стоит более глубокая проблема. Мама, допустим, родила его от нелюбимого мужа. Или этот ребёнок похож на эту свекровь, на её. Или этот ребёнок совсем другой по характеру. Или эту саму маму в детстве мама не приняла, и она не может принять свою дочь. То есть за этим будет стоять более глубокая история. Вот так же и муж. И вообще, если вы хотите изменить всю эту ситуацию с этим вампиром, который живёт у вас дома, имейте в виду, там есть очень конкретные ошибки, которые надо исправить на уровне поведения, на уровне понимания. Может быть, кто-то из вас изображает эту жертву. Вы жертва, домонасильник. Это нужно отработать. Отработать с психотерапевтом. И всё. Здесь есть очень конкретное. Вот этот вампиризм состоит из очень чего-то конкретного, на самом деле. Так. Дальше. Если же это начальник или какой-то дальний родственник, но не собираюсь я со своей свекровью как-то очень глубоко работать с психотерапевтом, что-то отслеживать, мне нужно вынести её один раз в три месяца на протяжении двух часов. Всё. Или на общение с начальником. Один раз в полгода я общаюсь с ним, допустим. Всё. Когда это какой-то эпизод, вот смотрите, у меня есть два хороших ролика. Это как общаться с манипулятором и как побеждать в конфликтах. Вот в этих два роликах, где очень шикарные приёмы показаны. Ну и простейшие самые добрые наши приёмы, когда мы ставим зеркало, и человек видит вместо меня своё отражение. Когда мы ставим стену, когда мы одеваем на себя какой-то колпак, и так далее и тому подобное. Придумать можно чего угодно. Далее самый прекрасный способ расторождествления – шаг в сторону. Вот я, как уже говорила, уже в роликах можете посмотреть более подробно. Мы делаем шаг в сторону, мы выходим из этого потока. Так, ну и в принципе после не очень приятного общения имеет смысл, знаете, каким образом сделать? Протрястись. Вот протрястись, вот как если 220 вольт током бьёт тебя. Протрястись и прокричать вот это всё. Вот так вот неприятно было такое общение с человеком. Я это пытаюсь стряхнуть себе. Далее я выхожу на улицу, потом я принимаю душ вместе с головой, то есть вместе с волосами всё это пускай… Вместе с водой это всё очень прекрасно уходит, особенно под горячим душем постоять, вот помедитировать, просто лежать, вот приятную музыку, попить чай, расслабиться. Самые такие простые, эффективные способы. Вот и всё на сегодня, а я, как всегда, жду вас на своих консультациях по скайпу.